алчный стены не знает границ и поэтому я снова приветствую вас сегодня мы поговорим о пассивном заработке платины пассивный конечно же фигурально к сожалению ну а может к счастью ничего не делаю в игре платины не заработать но со временем у вас будут сами собой скапливаться ресурсы которые можно обменять на платину также к подобным вещам я отношу все то что нельзя непрерывно фармить из-за ежедневных лимитов начнем с синдикатов синдикаты вряд ли можно рассматривать как средство методичного фарма но вполне можно их учитывать как дополнительный источник заработка суть проста вы зарабатываете репутации синдикато и меняете ее на плюшку в варфрейме полно разного рода лимитов которые зависят от ранга мастерства в данном случае у синдикатов есть лимит на количество репутаций в сутки максимальное количество репутации которую вы можете получить за сутки рассчитывается по формуле например если у вас 10 ранг то вы сможете получить 16000 репутаций в день из плюшек синдикатов особенно ценятся аугменты на способности варфреймов. Цена такого аугмента 25 тысяч. Это значит купить такой аугмент вы сможете раз в 2-3 дня. Продать его можно примерно за 10, может быть 15 платин. Тут следует отметить, что тратить репутацию стоит только тогда, когда есть покупатель. То есть сначала вы договорились о покупке, потом вы пишете что-то вроде «одну минуточку сейчас куплю» и после уже покупаете аугмент. Помимо этих модов там продаются куски на арчпушке, оружие синдикатов и сцены. Тут рекомендую изучить ассортимент и мониторить цены. Также к синдикатам можно отнести Семериса, который продает моды и сцены, Утку, чьи мистификаторы неплохо продаются, Онка, у которого также можно купить мистификаторы, Поселение Цетуса с мистиками на Зо или сценами Каптуры, Фортуну с мистиками на Китгана или сценами Каптуры, Детей Труп с модами на Кейдрайвы, недавно появившееся семейство Энтратий с Лоидом на Деймосе, ну и для мазохистов Конклав. Принцип у них тот же, выполняете условия для получения репутации, но также у них есть лимиты. И периодически вы будете получать товары, которые сможете продать за платину. Теперь поговорим о питомцах. С каждого питомца, которого вы вывели, можно снять отпечатки. Выращивая с помощью отпечатков, можно получить питомца с определенными характеристиками. Чаще всего в учет идет порода. Для инкубации нужно два отпечатка, поэтому продают их обычно парами. Собаками, которые у нас называют Сукубрау, я почти не занимался. Ценники удручают. Около 20 за пару. Тем не менее, если вы начинающий игрок, то это может для вас представлять какой-то интерес. Для этого вам потребуется пойти на землю, найти там гнездо собак и распотрошить его. Из гнезда может упасть яйцо собаки. Ага, гнездо. Собак. С яйцами. Угу. Далее собрать инкубатор и начать выращивание. Прелесть в том, что выращивается собака как бы в фоновом режиме. И отпечатки снимаются так же, фоном. А в конце процесса вам просто нужно забрать результат. Растет собака не быстро. Скорость выращивания, если мне не изменяет память, зависит от типа инкубатора. В самом быстром это произойдет за сутки. Когда собачка вырастет, с нее можно будет снять два отпечатка. Каждый отпечаток снимается по полтора часа. Итогом вы получите примерно 20 платины где-то за 27 часов. С кошками дела обстоят чуть лучше. Для выращивания нужно добыть 10 гинокодов кавата, которые можно добыть на деймосе в обычных миссиях, сканируя котов. С каждого кота можно снять три отпечатка. Если повезет с породой, можно выторговать 50 платины за пару. Также существует шанс получить кошку или собаку с редкими характеристиками. Среди собак ценятся так называемые кабаны с лотосами. У кошек обычно ценятся редкие окрасы и определенные формы морды и хвоста. Следует заметить, что все эти редкие вариации это всего лишь внешний вид. Поэтому найти покупателя достаточно сложно. О моей удаче в вопросах селекции также слагают легенды. Поэтому торг особыми котиками или собаками это не мое. Но специально для вас я устроил допрос одному знакомому селекционеру, у которого брал котика себе. Далее будет коротенькая выжимка инфы из этого допроса. Селекцией она занялась примерно в сентябре 2019 года. И на момент допроса у нее на счету около 14 тысяч платины, что говорит о неплохом доходе. Средняя цена на ее котиков около 500 платины. Из чего можно заключить, что она продала около 30 кошек. По ее словам, самый ценный набор это коты с ушами и кистями и павлинями хвостами. С ее слов, в ру-сегменте ее товаром почти не интересуется. Большая часть продаж с евро-сегмента. Там чаще всего идет спрос на особые раскраски котов. В частности она одноцветная. Сейчас на скриншотах вы можете увидеть котов из особой коллекции стоимостью в 1000 платины. На создание редких котов уходит гораздо больше недели. И предполагают, что там еще и платины вложиться надо. При этом еще и продажи непрогнозируемые. Но очень помогают форум и посты в тематических группах. Гораздо эффективнее, чем торгчат. Чем больше писать в разные места, тем больше шансов. Я не уточнял, сколько часов в день она тратит, но думаю это и не надо, так как процесс инкубации считается днями. И конечно же она пользуется ускорением процесса за платину, когда это оправдано. Если считать по дням, то потрачено примерно 300 дней и получено 14 тысяч платины. Это примерно 46 платины в день. Для процесса, который идет на фоне основной игры, весьма неплохой результат на мой взгляд. Она поведала мне очень много тонкостей этого процесса. Но в этом ролике я разбирать их не буду. Если вам интересны подробности, то пишите в комментарии, и возможно когда-нибудь на эту тему я сниму отдельный ролик. Что касается моего личного опыта, то он ограничен продажей отпечатков породы по минимальной цене на маркете. Далее я хотел бы поговорить о десантных кораблях. Куски на них могут упасть с редких ящиков, с убийц, которые приходят к вам на миссию, или же с редких контейнерах на диверсиях. Самым ценным кораблем является Ксифос. Проблема в том, что все корабли можно купить в магазине за 150 платины. А это значит, что дороже купить может только тот, кто не в теме. Шанс на это невелик. А это шансы выпадения кусков, при условии, что все три ящика на диверсии были открыты. В среднем на это потребуется 488 миссий. Каждая займет минут по 10. Итогом, каких-то жалких 82 часа, и меньше чем 150 платины у вас в кармане. Далее мы поговорим о дешевом сегменте рынка. К дешевым вещам я бы отнес рыбу, камни, звезды аятан и, может быть, реликвии. Добываются эти вещи просто, большим спросом не пользуются, да и стоят копейки. Тем не менее, иногда в чате можно увидеть желающих купить пару камней или пару рыбин. Что касается цены, то вряд ли она будет превышать одной платины за штуку. Больших сумм на этом, конечно же, не заработать. Но, если вы новичок, то вполне можете получить пару платины таким образом. В следующем ролике мы поговорим о более серьезных вещах для более подготовленных тенна. Там я расскажу, сколько можно будет заработать на арбитраже, и оценю эффективность фарма эйдалонов. Надеюсь, мой материал вам поможет. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если очень понравилось, подписывайтесь. И не забывайте смотреть другие видео, где мы весело проводим время в разных играх, включая Warframe. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...